Психологи говорят, не стоит бить тревогу, если ваш ребенок перешел на непонятный для вас язык. Это всего лишь один из этапов взросления, способ перерезать пуповину и отделить себя от родителей. Кроме того, именно так, с помощью языка, который понятен не каждому, подростки делят людей на своих и чужих. Потому что, наверное, так все разговаривают, и как-то если общение будет на своем языке, никто тебя толком из общества не поймет. Заимствованные слова у нас в речи сейчас уже постоянно используются, как-то и в играх, и просто, когда мы общаемся, как-то без них уже непривычно. Есть и сугубо подростковый момент, который про самоидентификацию, разделение свой-чужой. И в первую очередь подросток, он старается в поисках себя от чего-то оттолкнуться, а так как найти себе образ не так-то и просто, они отталкиваются от того, что я не как родители. Я не как эти взрослые, и поэтому ищет другой способ общения, другой язык. Заодно это находит вторичную выгоду, в виде того, что можно поболтать с сверстниками, и родители не поймут, о чем вы разговаривали. По мнению экспертов, у современных подростков три основных источника для заимствования сленговых словечек. Общение со сверстниками, фанфики – так называют романы, написанные фанатами после просмотра сериалов, где они предлагают свой вариант развития событий и компьютерные игры. Геймер Арсений Секлетин говорит, во время игры на компьютере по сети с другими игроками без специальной терминологии не обойтись. Во-первых, потому что партнером может оказаться иностранец, которому понятнее английские слова. А во-вторых, когда играешь с другом в паре против соперников, для победы важна каждая секунда, и нужно быстро договориться о стратегии. Это просто очень долго, иногда даже в чате, в экстренные моменты, во время ПВП, битвы, ну много всего. Во время битвы надо быстро среагировать, то есть если что-то хочешь написать, то пиши быстро, максимально сокращенно. Сейчас, когда развивается медиапространство, развиваются технические средства, интернет, мир становится все более открытым, границы все больше размываются, в том числе коммуникативные границы. Ну и, конечно, мы воспринимаем это как естественное явление. Подростки – это, грубо говоря, испытательный полигон. Они берут все неологизмы, которые в разных областях у разных сторон общества формируются, на себе их тестируют, а потом уже, выходя в юношеский, более взрослый возраст, оставляют только то, что языку нужно. Ученица 10 класса Софья Павленко делится. В последнее время старается сленговыми словечками не увлекаться. Весной, когда писала сочинение по УГ, оказалась в растерянности. Писала сочинение, и я уже, честно говоря, не помню, какая там была тема, но я вспомнила, как звучит это слово, но я не помню, как его перевести на нормальный язык, чтобы это все поняли, а не сказать его сленгом. В итоге я просто пропустила это слово, потому что я сидела, наверное, минут 20, не понимала, как его заменить. При этом и психологи, и преподаватели, и подростки сходятся во мнении, что сленговые слова, если их использовать в разумных пределах, язык только красит, позволяя расставить в речи нужные акценты. Бывает, что мы не можем достаточно точно выразить свою мысль другими словами. Например, слово «краш». Я не знаю вообще, как мы называли «краш», и до того, как появилось это слово. Скорее всего, человек, который нам не нравится, но это долго, слишком обширное понятие. «Краш» – так коротко, ясно, лаконично. «Краш» – вот сейчас я, кстати, шел сюда, мне кто-то крикнул, что я «краш» – это привлекательный человек. Сейчас, ну, для меня таким прекрасным изменением в языке является, несмотря на то, что это англицизм взятый, это слово «краш». Оно обозначает влюбленность, с одной стороны, но с другой стороны она разделяет ту влюбленность, которая, знаете, такая искренняя, влюбленность, вот Ромео и Джульетт, вот это вот все, от такой влюбленности, которая, ну, классная, нравится. Понятно, что это несерьезно, это просто вот какие-то спонтанные чувства, которые здесь сейчас возникли. И это в жизни людей есть, но не было слова, которое отделяет вот ту влюбленность от этой влюбленности. Влюбиться и вкрашиться – это два разных смысла. Зачастую, говорят эксперты, же организмы занимают свободные ниши в русском языке. К примеру, нет слова, которое обозначало бы стыд за другого человека. Сейчас для обозначения этого чувства подростки используют слово «кринж» или «кринж». Долгое время люди жили, испытывали определенное чувство, потом появилось словосочетание «испанский стыд», вот, но оно такое длинное, вот долго говорить, а теперь есть емкое, классное, красивое слово «кринж», вот, «кринж», вот. И оно как раз и означает вот это вот чувство, когда тебе, ну, неловко, стрёмно от того, что ты видишь относительно другого человека или того, что вокруг происходит, такой, ну, это кринж. Кринж – это какая-то шутка, когда, ну, либо, когда кто-то пошутил, либо, когда что-то очень смешно, когда человек что-то глупое сделал, и ты смеешься над этим. Укоренилось у нас мнение о том, что литературная речь – это язык Пушкина, Лермонтова, всей в целом великой литературы русской – это язык образцовый и лучший, классический, по крайней мере, его вариант, которым должен владеть каждый образованный человек. При этом как-то вот забывается о том, что это лишь малая часть и во многом искусственно созданная часть языка, такая вершина айсберга, за пределами которой, там, в глубине находятся огромные необъятные пласты. И вот конкретно молодежный жаргон, или сленг, как его еще называют в последнее время, это как раз один из таких пластов. Психологи говорят, у родителей есть два пути – отстраниться, если они никак не готовы принять сленговые словечки ребенка, и попытаться пережить этот период, или говорить с подростком на одном языке. В идеале следить за тенденциями и работать на опережение. Ребенок будет приятно удивлен, если в ответ на ввернутое им в разговор новое слово вы ответите тем же. А если ребенок через какое-то время перестал активно использовать в речи жаргонные словечки – это хороший знак. И отнюдь не потому, что речь ребенка стала литературной, а потому, что подростковый кризис закончился, и он повзрослел. Подростковый кризис иногда не заканчивается, потому что задача подросткового кризиса – это эмоциональная и ценностная сепарация от родителей отделения. То есть выработка своих собственных ценностей и отделенность в плане эмоций. Сейчас все чаще мы сталкиваемся, что дети из семьи не выходят. Они имеют самостоятельной жизни, они в склейке с родителями на протяжении десятилетий находятся. Современные подростки, говорят психологи, – это поколение желанных детей, запланированных. Родители с самого начала имеют на них определенные планы и сверх меры контролируют. И использование детьми сленга – это еще и способ уйти от чрезмерного контроля. И только когда духовная сепарация подростка случилась, он уже доказал свою самостоятельность родителям, а также нашел друзей по интересам, а не по схожим словам. Сленг почти исчезает из его речи – это знак, что у вас подрастает личность. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова